В рамках Санкт-Петербургского форума ФСК будет проводить круглый стол, который будет носить название «Умные сети. Проекта будущего». Пока данное название носит рабочий проект, но в принципе мы планируем именно обсуждать то развитие интеллектуальных сетей, которое мы проводим и реализовываем в последнее время. Последний год, начиная с предыдущего круглого стола, который был также проведен на Санкт-Петербургском форуме в июне 2010 года. В рамках данного круглого стола была затронута тематика о необходимости развития именно «Умных сетей» или «Интеллектуальных сетей», какую роль интеллектуальные сети и общие сети должны приносить в электроэнергетику, какую в экономику и что они будут нести для обыкновенных потребителей, а не только для народного хозяйства страны. Мы хотим рассмотреть вопросы того, куда мы продвинулись. Мы хотим послушать также ведущих мировых экспертов в данном направлении. Также мы хотим послушать представителей крупных изготовителей электротехнического оборудования, которые также нам подскажут свое видение и скажут, правильной дорогой мы идем или, может быть, скомпенсируют или скорректируют наше направление. То есть мы хотим первое послушать представителей Hyundai Heavy Industry, один из крупнейших производителей электротехнического оборудования. И помимо электротехнического оборудования, если многие не знают, например, я сам был удивлен, это является одним из крупнейших судостроительных компаний, которые делают практически один корабль в неделю. Причем корабль это большой, не катер или не яхта, а это большой корабль трех-четырехэтажной высоты. Второе, мы хотим послушать европейские представители Тольством, которые тоже много делают в развитии и новых технологий. И у них два своих крупных научно-исследовательских центра, один в Англии, другой во Франции, которые тоже много двигаются в этом направлении. Кроме того, мы хотим послушать представителей из Америки. Есть крупный проект в Америке, Трес Амигос называется, который призван соединить три крупных энергосистемы в единую зону на основе технологий сверхпроводимости. И еще хотим послушать ряд и крупных российских экспертов, и западных, которые также подскажут, как они видят, как в этом направлении двигается, и подскажут, как двигается весь мир, и как они видят, куда идем мы. Я считаю, что раз в год на Санкт-Петербургском форуме это проходить и проводить необходимо. Кроме того, в течение периода от форума до форума тоже не должно ограничиться в форуме. В течение всего и этого года, и последующего года мы планируем проводить и ряд технических уже конференций, совещаний, семинаров, где уже обсуждать именно детализированные вопросы, погружаться, скажем, именно в ту технологию конкретную до отдельных элементов, отдельных устройств. И самое главное, что сейчас мы находимся только в начале этого пути. За этот год мы тоже уже многое поменяли в своем мировоззрении. Где-то поумнели, где-то мы помнели, что лучше смотреть по-другому на эти моменты. Поэтому это направление, я думаю, что будет развиваться. И каждый шаг, каждый год мы будем все умнеть и умнеть сами. Будем понимать, как оптимально строить то, что мы хотим построить.